Приветствую, дорогие читатели! Сегодня у нас очень интересное интервью с Виталием Коннавалом, который является основателем компании Stepium и будет очень интересно. Итак, добрый день, Виталий. Добрый день. Я хочу задать вам несколько вопросов, чтобы наши зрители не больше познакомились с вами, с компанией Stepium, потому что интересно все-таки как-то вживую посмотреть на человека, который родился это. Скажите, пожалуйста, как вы пришли к тому, что вот соосновать, родить эту систему, родить Stepium, как это все произошло? Ну, не сразу, скажем так. Я, как и все, наверное, работал в разных бизнесах, в том числе программированием занимался, строительством даже занимался в свое время. Потом пришел в интернет и начал рассмотреть, как вообще в интернете можно заработать. Было несколько попыток разных компаний. Это все в течение почти полутора лет происходило. Я анализировал маркетинги, пытался написать свою модель маркетинга, которая мне понравилась. Где-то уже через год подобных попыток пришел к тому, что слишком много в компании в мире, которые просто обманывают людей. Поэтому уже где-то через год работы в интернете появилась такая идея и цель создать нечто такое, что вытеснит все лохотроны, так называемые, с интернета. Потому что не будет смысла туда заходить, потому что работает хорошая денежная схема, которая лучше даже любого лохотрона, так называемого. Поэтому уже исходя с этой цели и разрабатывались маркетинги, которые в итоге вылились в маркетинг степиум. Спасибо за ответ. Итак, кто летит в интернете, кто просто не знает маркетинга степиум. Изучайте маркетинг, и тогда будет все в ваших руках, и реально будут у вас деньги, не будут никаких просто скамов. Но второй вопрос. Итак, что планируется вести компании степиум в ближайшем будущем? Что произойдет? Потому что у нас, что же, есть вроде новости какие-то дают, но как-то хотелось от основателя, сооснователя компании услышать, от идеолога, как это все будет происходить? Мы все время развиваем и академию, и есть планы развития. Не все сейчас буду озвучивать, но в ближайшее время на платформе будет новый сервис, это портфолио-менеджер, который позволит любому участнику проекта, не вникая в подробности бирж, хранить, обменивать любую криптовалюту. В итоге это планируется топ-100 рейтинга криптовалют на платформу поместить. Это как некий инструмент, который поможет диверсифицировать свои накопления, вложения, хранить в разных криптовалютах, следить, просто следить за информацией о криптовалютах, и это все будет доступно с одной точки кабинета степиума. Если сейчас, чтобы нечто подобное сделать, это так, для сравнения, надо зарегистрироваться в 3-5 биржах, это довольно сложно, и сейчас уже в биржах есть определенные критерии, без которых ты не можешь зарегистрироваться, или на счету должно быть определенное количество монет каких-то, ну то есть есть нюансы. Мы предоставим такую возможность с одного места в кабинете степиума. Думаю, что это будет интересно людям. Особенно тем, кто уже заработает на самой платформе, потому что будет что диверсифицировать. Отлично. Те, кто реально разбирает криптовалюту, они поймут, что тут действительно есть большие деньги, и будут использовать именно это для того, чтобы еще приумножить и уже более диверсифицировать. Не уговаривают даже это слово, но деньги есть. Хорошо. Вот мы о вас мало знаем, как основатели компании. Хотелось познакомиться с вами. Как вы пришли, точнее не пришли, а вообще, что можно о вас узнать? Может какой-то не секрет для наших читателей? Нет никакого секрета. Обычный человек, который в свое время нечто подобным занимался. То есть у меня был период, когда я создавал интернет-программы под логистику, под анализ работы менеджмента компании. Эти знания или этот опыт помог мне просто анализировать маркетинг и создать тот маркетинг, который сейчас предложен для работы. Вот как-то так. Что-то еще такое личное. У меня семья, у меня дети. Как обычный человек. Я не знаю, что еще рассказать. Эти успешные люди, они обычные. Мы спокойно говорим, никаких понтов, никаких еще моментов. Все обычно. То есть просто мы ставим перед собой цель, мы идем к этой цели и четко добиваемся ее. И тогда все в ваших руках. Да, казалось бы, так все просто. Но важно поставить, стать ответственным за свою жизнь и дальше идти к своей цели. Хорошо, следующий вопрос. Итак, у многих новичков просто волнует. Они говорят, степим, а вдруг эта пирамида, когда она закроется? А как пропадут наши деньги? Вот они не до конца понимают этот маркетинг. Хотелось просто от вас услышать, а как это происходит? Почему это реально не пирамида? Это же близко никак не относится к этому. Ну, смотрите, у нас такая система, в которой, в принципе, от вас не требуется привлечение капиталов. Вам нужно построить свою команду. Любая пирамида будет направлена на то, чтобы привлекли больше денег, и ты больше заработаешь с оборота этих денег. В нашем случае нет. В нашем случае, если вы пригласили двоих партнеров, которые даже могут начать с минимальной стоимости свою работу, но это будут активные люди, это принесет вам намного больше дивидендов, чем вы пригласите какого-то Бахатова Буратино, который зайдет там, если вы уже находитесь в середине маркетинга, зайдет сразу к вам на третий-четвертый бинар, не знаю, как пример, и остановится, и будет там стоять. Ну, завел им эти деньги, ну и что? То есть, ну, вы получили одноразовый доход на свой кошелек, и все. То есть, у нас нет обязательств временных. Ваша система, ваша структура развивается, она приносит вам доход. Ваша структура не развивается, она не приносит вам доход. Вы пригласили человека, вы заработали на этом. Не приглашайте, не зарабатывайте, но в это же время, оттого, что вы не пригласили – у нас не увеличивается обязательство, то есть, в компании, ну, нет обязательств, которые нельзя покрыть, скажем так, не привязаны ко времени совершенно. Как видите, в пирамидах тут все по-другому. Смотрите, вот вы поставили первую сумму денег, вам обещают, что вам на протяжении года будут плачивать определенную сумму. И, соответственно, говорят, приводи там еще партнера по 500, по 1000 долларов, по 2000. И конкретно компания набирает больше обязательств и, соответственно, потом уже не может выплатить. А если январь, а если лето, то вообще уже шансы есть, что компания может просто скомануть. А тут просто, если какое бы ни было лето, либо зима, на компанию это никак не влияет, потому что это другой маркетинг. Мы не обещаем то, что реально, соответственно, то есть вы зашли вот на столько-то, вы столько-то получаете, получите. Все честно, нет никаких обещаний того, что не выполняется. Хорошо, следующий вопрос. Итак, какое количество людей вообще в степени, потому что интересует новичков такой вопрос, потому что, не знаю, вот у нас вроде команды, там, например, 200 человек, 300 человек, а где остальные, в принципе, есть чаток, там еще 500, там 1000, а сколько реально есть? На данный момент, там, чуть больше 40 тысяч активных партнеров, но вы можете в динамной структуре сами пройтись и со всеми познакомиться, кто есть. Вы увидите всех людей, если захотите. Просто долго ходить там придется, но у нас все прозрачно, даже их доходы там видно. Все, пошел искать по структуре, знакомиться с людьми. Хорошо, а вот скажите, как оно развивается? Ну, мы знаем за СНГ, мы знаем Украину, мы знаем в России, где-то больше, где-то меньше. А как за границей это все развивается? Какие страны, возможно, более развиты по этому направлению? Ну, у нас на данный момент мы вообще еще никаких шагов не делали для того, чтобы как-то интегрироваться в какие-то страны. Все происходит чисто по структурному. Так сложилось, что где-то 30% оборота это именно США делает в компании. Стран много, в принципе, это вы можете зайти в Алексу и посмотреть по посещаемости, из каких стран заходят люди, и там, в принципе, будет достаточно детально видно, какие страны у нас более активны, какие менее активны. Как-то на какие-то определенные страны мы не ориентируемся. Хотя у нас там 12 языков, по-моему, сейчас перевод. Мы хотим, чтобы весь мир имел возможность использовать нашу систему для достижения своих целей. Безусловно, мы ее сначала закроем в СНГ, тут все захватим, а потом уже перейдем на мир. Безусловно. Ну, на самом деле, платформа именно под СНГ писалась, потому что основная идея этого маркетинга – это вложить немного, пригласить, опять же, тоже немного, но мотивированных людей. А как вы думаете, какие люди, люди какой национальности наиболее мотивированные? Я думаю, все-таки СНГ. СНГ, потому что у нас пока нет таких зарплат, как в той же Европе, в США. Хотя, видите, как показывает практика, люди даже с хорошей зарплатой очень хорошо воспринимают этот маркетинг, потому что это возможность построить бизнес, заработать. Потому что тут не просто 100, 200, 500, 1200, тут можно заработать даже 1 миллион долларов за год. Ребята, это реально, это просто все четко просчитано. Хорошо. Вот реально, мы же подошли к этому вопросу. Как же заработать миллион-то получается? Потому что есть какая-то тайная стратегия. Да, уважайте тех людей, которых приглашаете, старайтесь дать больше им знаний, потому что от активности тех людей, которых вы приглашаете, как раз и зависит ваш доход. Постройте хорошую дубликацию, то есть вы пригласите 10 человек за год, за полгода, но чтобы эти 10 человек были активными, и пусть они сделают то же самое, то есть пригласят каждый раз, каждый по 10 человек и будут активны. Если у вас это получится, то я думаю, что полгода вам хватит, чтобы заработать этот миллион, о котором вы говорите, а не год. Ребята, поймите, что сетевой бизнес, это бизнес отношений. И по-другому-то не было, тут нельзя накручивать человека на деньги, потому что это уже не честно. Мы строим только честные отношения. Не на месяц, не на год, а даже на гораздо больше. И тогда эти отношения приносят реально очень большие деньги. Хорошо, вот наш маркетинг, он очень денежный. А есть какое-то сравнение с другими маркетинг-планами, просто как-то объяснить людям, потому что вы же хочешь сказать, вот реально тут деньги, а вот они не верят. И даже не хотят как-то сравнить, как-то можно, чтобы какие-то сравнения есть? Один путь, чтобы сравнить, надо попробовать тот и другой в деле. Потому что, чтобы сравнить два маркетинга, они должны быть хотя бы там в каких-то моментах одинаковыми быть. И то, это можно сравнить только эти моменты, когда сравниваешь. Поэтому реально, чтобы нормально проверить маркетинг, просто надо попробовать тот и другой. Пробуйте, какой больше будет приносить, в том и продолжайте работать. Я не говорю, что наш маркетинг идеальный. Такого не может быть. Маркетинг идеально не может быть в принципе. Вообще ничего идеального не может быть в принципе. Но к этому надо стремиться. На данный момент могу сказать, что более денежного маркетинга я еще не встречал. Возможно, я его просто не видел, а возможно, его просто нет. Безусловно, сказать, что у нас самый денежный маркетинг, это просто нужно быть реально дураком. Почему? Смотрите, на рынке более 20 тысяч компаний. 20 тысяч. И каждыми тысячи дистрибьюторов. Вы думаете, разве можно легко проверить 20 тысяч компаний в маркетинге? Это должно быть потратить время, сколько жизней нужно для того, чтобы это все проверить. Поэтому, ребята, но если мы возьмем то, что происходит на рынке, те компании, которые реально выбиваются, то маркетинг степиума очень выгодно отличается от них. Просто возьмите ваш маркетинг и наш. И вы увидите реальную разницу по деньгам, если вы умеете читать маркетинг. Хорошо. И последний вопрос. Что пожелаете вы участникам, для того, чтобы они могли добиться успеха, чтобы уже так реально сделали этот год легендарным? Успехов? Я не знаю. Пожелания, может быть, рекомендации, я просто скажу. Ставьте каждый день небольшую цель на этот день. Делайте планы на следующий день или там утром на текущий день. И пытайтесь пройти по этому плану, сделать все пункты, закрыть все пункты. И тогда у вас все получится. Вот как маркетинг построен пошагово, начиная с небольших шагов. Точно так надо к любой цели идти. У вас есть цель заработать там за месяц, за первый месяц работы, допустим, 20 тысяч долларов. Если вы эту цель поставите, разобьете на маленькие шаги, вы ее достигнете. Тут все просто. Вот видите, есть слон, есть большая, крупная цель. И казалось бы, как его съесть. Разбивать на участки и легко достигаете. Я вот сам, я знаю, я заработал уже за 7 недель 6 эфиров. Даже сам реально не представляю. Просто пахал в команде, смотрел. Потом раз и уже получается 6,5 эфиров. Вот просто, потому что, а реально цель 50 миллионов рублей. И это цель минимум до конца года. Но вопрос не о моих целях, а конкретно у нас сейчас интервью с нашим Виталией Коноваловым, который является сооснователем компании. Я очень благодарю вас за то, что вы... Спасибо, Иван. Нам помогли людям просто, чтобы они реально узнали правду о компании с целью. Это очень важно. Всем большое спасибо. Удачи. Больших вам денег. Большое, бettes, кстати,가�ool, которые яrir Node 16... Большое, бettesWho, вller sight. Большое, что, б todos этим. Б breath parece. Продолжение следует...